Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня мы будем тестировать солнцезащитный крем SPF 30 от Faberic, артикул 2779. Итак, поехали. Как правильно мы с вами наносим солнцезащитный крем для лица? Был такой вопрос, и не один. На уходовый наш крем обычный, да, дневной или перед, мы с утра с вами как следует очищаем лицо. Наносим все свои привычные уходовые средства, тоники, сыворотки, кремы и так далее. Дожидаемся полного впитывания вашего дневного крема и после этого наносим садскрин. Давайте наносить. Чтобы он защищал, нужно нанести достаточное количество. То есть не капелюшку распределить в этом смысла никакого не будет, а действительно достаточное. Наносим на лицо, на шею и на декольте поверх уже нашего дневного крема. Сейчас, ой, кстати, текстура приятная. Я думала, будет тяжелее. И в принципе сильного блеска не дает, да. У меня, кстати, начала появляться опять пигментация. Судя по всему, она со мной на всю жизнь, которая во время беременности появилась, да, вот здесь на щечках и над кубой. Поэтому для меня сейчас выбор качественного санскрина очень важен на самом деле. Если у вас пигментация есть и на руках, и на декольте, уделяем этим участкам особое внимание, да. Уже тепло. Наступила весна, наконец-то. И мы с вами подвергаемся воздействию солнечных лучей, которые у нас каждым годом почему-то становятся все активней и активней. Прямо вот ядреные, скажем так, лучи такие, да. На улице без СПФ, даже если облака, если вы склонны к пигментации, выходить не рекомендуется. Я была не склонна. У меня какой-то гормональный произошел скачок во время беременности, и появились пигментные пятна, причем достаточно яркие. После того, как я родила, это была уже осень, правильным уходом и, наверное, восстановлением гормонального фона, я пигментацию убрала, свела на нет. Сейчас она начала появляться снова в тех же местах. Здесь и здесь уже пятнышки видны, видите. Так, ну что, пока лицо блестит, мы нанесли достаточное действительно количество. Но просто если мы нанесем мало и распределим, не будет, конечно, вот этого блеска, но и не будет защиты. Санскрин начинает действовать после нанесения через 20-30 минут, не раньше, да. Поэтому все вот эти процедуры мы делаем заблаговременно, да, до выхода на улицу. Наносить косметику на санскрин можно и даже нужно, в этом ничего такого нет. Но нужно, конечно, подождать, дать средству впитаться. Пока лицо выглядит вот так. Оно блестит и блестит очень так хорошо. То есть я чувствую сейчас, что у меня на коже есть санскрин. Но здесь как бы в алкаду в концах. Тридцатка. Он и будет чувствоваться. От этого никуда не денешься, какой крем не возьми. Единственное, чтобы он не ложился пленкой, да, не закупоривал наши с вами поры и не создавал уж такого чрезмерного жирного блеска. Поэтому я сейчас подожду, ну, по времени посмотрю, сколько пройдет времени, когда он впитается, и вам расскажу дальше. Ну что, девчонки, хочу сказать, все очень комфортно. Вот прошло, наверное, 15 минут. Есть легкий как бы блеск на коже, но я уже не ощущаю, что на лице что-то есть. И все довольно комфортно и достойно, да. Пройдет еще 15 минут, мне кажется, и практически не останется следа. Мне пока санскрин понравился. Я буду им пользоваться на ежедневной основе. Наносить на свои уходовые средства. Поэтому я вам могу смело рекомендовать, если кто уже пробовал эту линейку для лица, именно, да, напишите свои отзывы. 15, может быть, кто 50 пробовал, будет тоже интересно послушать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.